Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии, западной группировки войск нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики и Каменка Харьковской области. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30. На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии, группировке войск-центр нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невская и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также две гаубицы Мстабе. На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. Подразделение воздушно-десантных войск сковывает действия противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Григоровка и Богдановка ДНР. За прошедшие сутки в данном районе авиации совершено 9 самолетов вылетов, артиллерии группировки выполнено 63 огневые задачи. За сутки на данном направлении потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20 и Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск Восток нанесено поражение подразделениям вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Углидар ДНР, Темировка и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Гиацин-Б. На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Гиацин-Б и самоходная артиллерийская установка Акация. Операционно-тактическая и армейской авиации, артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах. В районе населенного пункта Степногорск Запорожской области уничтожена радиационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В районе населенного пункта Прогресс Сумской области уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 4 реактивных снаряда «Хаймарс» и одна управляемая авиационная бомба производства США. Кроме того, уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в районах населенных пунктов Подстепное, Херсонской области, Ольшаны, Сватово, Луганской Народной Республики, Сергеевка, Волновахо, Васильевка, Донецкая Народная Республика, Таволжанка, Харьковской области и Ромашково, Сумской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены. 416 самолетов, 230 вертолетов, 3935 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитно-ракетный комплекс, 8 948 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4717 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9928 единиц специальной военной автомобильной техники. Продолжение следует...